Привет! Сегодня я начну с немножко необычного ракурса, но это в основном потому, что у меня для вас есть сюрприз. Было бы очень банально пошутить, что пауза в две недели связана с тем, что мы спешили закончить наш проект и показать этот сюрприз. Это не так. Машина, в данном случае одного из наших знакомых, я о ней расскажу немного позже, а пока что я расскажу о том, что происходило последние две недели. Самое главное, у нас в гараже появился плакат от фильма «Форд против Феррари» как элемент вдохновения. В принципе, можно сказать, что этот фильм стал последней каплей для того, чтобы мы подписались на этот проект. В этом кадре, кстати, в фильме Кэрол Шелби и Кен Майлз смотрят на проезжающие мимо Феррари и восхищаются ими. Так что можно сказать, что они смотрят на наш проект и тоже восхищаются им. За прошедшее время мы успели закончить полностью контуры тормозов. То есть мы установили главные цилиндры, мы установили резервуары. Вроде более-менее счастливы с тем, как протянуты тормозные трубопроводы. Так что осталось только залить жидкость и прокачать всю систему. Но я думаю, что это мы уже будем делать после того, как мы установим двигатель. Кроме этого, мы закончили также все подготовительные работы для подключения гидравлического сцепления. То есть установлен главный цилиндр, установлен резервуар. Эти компоненты между собой соединены трубкой. И остается только после установки двигателя соединить главный цилиндр с входным отверстием, так сказать, выжимного подшипника. Для того, чтобы вся эта система начала работать. Для того, чтобы установить сами резервуары, пришлось скомбинировать, так сказать, конструкцию. Пришлось взять стальной лист, установить на них сами резервуары и стальной лист прикрепить уже к раме. Для того, чтобы выглядело красиво и в целом надежно. Еще один компонент, который доставил нам достаточно много головной боли, это топливная система. И вот этот вопрос, куда же установить топливный насос. Мы в итоге его таки установили. Крепление выглядит не очень, так сказать, убедительно. Но вроде как этого должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить работу и быть в относительной безопасности относительно других компонентов. Мы смотрели, как это установлено на других автомобилях. Тоже, в принципе, для систем с карбюраторным двигателем, поскольку насос не находится в баке, он прикреплен в разных совершенно местах. И в основном, как я говорил в прошлый раз, он должен быть ниже уровня бака. Поэтому, в общем, более безопасных мест, особенно в комбинации с независимой подвеской сзади, не нашлось. Следующий большой этап, который мы начали, это протяжка электрических систем. Мотки проводов достаточно большие, но на самом деле, когда начинаешь их прокладывать, то все выглядит не так ужасно. Я надеюсь, что в перспективе это не окажется каким-то суперсложным процессом. Все провода подписаны. В целом, понятно, что куда должно идти. Единственное, что, конечно, когда будет установлен двигатель, там понадобится большое подключение различных датчиков и проводов, которые идут к двигателю и его подсистемам. И это может занять какое-то время. Большой этап подключения электрической системы – это соединение приборной доски. Приборная доска – это отдельный большой проект, потому что установить сами приборы – это только часть работы, причем достаточно маленькая. Например, на схеме у многих оригинальных кобр и у клонов, у реплик, есть не только приборы, которые у нас установлены, но и достаточно большое количество таких свечей, переключателей, плюс различные лампочки. И в системе приборной доски, которая есть у нас, этих отверстий для всех этих лампочек и прочих свечей нет. То есть надо будет решить, будем ли мы их устанавливать еще в приборной доске, это надо стрелить и прочее. Сама приборная доска выглядит вот так. Сюда, соответственно, вставляется рулевая колонка, а здесь вот у нас спидометр, тахометр, давление масла, температура жидкости и прочие всякие полезные штуки, в том числе часы. Как я говорил, вот, например, у многих автомобилей над рулевой колонкой здесь еще есть несколько отверстий для лампочек. Я потом чуть больше, вблизи покажу саму доску, но вот идея, да, такая, что в основном компонент будет выглядеть вот так. Что мы еще сделали, это вот изнутри, поскольку это реально кусок пластмассы, обшитый винилом, мы обклеили ее также звукоизоляцией, звукослаж термоизоляцией для того, чтобы добавить, так сказать, больше веса, для того, чтобы она была более основательной и, кроме этого, также еще могла гасить вибрации и лишний шум. Я когда показывал фото приборной доски в твиттере, просили рассказать, почему спидометр обратный. То есть, если посмотреть на тахометр, он нормально идет, там, типа, слева направо, а вот спидометр идет обратно. И легенда гласит, что на полуспортивных версиях сами Компетейшн спидометр находился в таком месте, что якобы руль мешал видеть скорость водителю, поэтому спидометр сделали обратный. Но, на самом деле, там, один чувак сделал исследование, поговорил с сотрудниками фабрики, на которой производили автомобили Shelby Cobra, и якобы история такова, что, когда на первой Cobra устанавливали коробку передач, оказалось, что тросик, который идет от коробки передач до спидометра, он обратный. И вместо того, чтобы ставить, так сказать, специальную передачу для того, чтобы делать возврат, так сказать, вращение этого тросика, решили сделать обратный спидометр, что одновременно с этим было бы и фичей, так сказать, этих автомобилей. Поэтому, в общем, не знаю, насколько правда это или нет, но комментарий от сотрудников фабрики был такой, что, если вы знали Кэролла Шелби, то, в общем, у нас многое так собиралось, и многие решения принимались таким образом, так что, в общем, ничего удивительного. Вот это, кстати, моток проводов, который нужно будет еще присоединить к различным приборам на приборной доске. Часть из них идет с коннекторами, часть без коннекторов, часть опциональные, потому что, например, они предполагают подключение кондиционера или обогревателя, или же, например, музыки. И я думаю, что у нас точно всего этого не будет, всех этих компонентов, но, как минимум, есть идея подключить какую-нибудь USB-зарядку для того, чтобы не остаться без связи, кстати, какой-нибудь из поездок. Дальше, в общем, посмотрим, что нужно будет делать с этой всей комбинацией. Из более мелких, но не менее важных вещей, за последние две недели мы также продолжили установку алюминиевых панелей, обклеивание некоторых из панелей звука и термоизоляции. Кроме этого, я провел проверку всех на данный момент установленных болтов, проверку затянутых моментов на этих болтах, проверку того, что мы ничего не пропустили, потому что, на самом деле, у нас уже есть коробка из деталей, которые нам, скорее всего, не понадобятся. Кто-то меня в самом начале проекта спросил, типа, а не страшно, как будет, если там какие-нибудь болтики или винтики останутся? Вначале было страшно. Сейчас, когда я вижу количество деталей, которые остаются, и это связано в основном с тем, что многие, скажем так, маршруты, пути или решения, они опциональны, мне становится гораздо спокойнее. И недавно я тут видел в Инстаграме, тоже чувак какой-то собирает проект, у него есть прям коробка с болтами, винтами, шайбами, гайками, которые у него остались от проекта, и он тоже такой, типа, истерия. Ну, как-то немножко нервно, но, типа, ладно, уж не понадобилось, так не понадобилось. Одна из важных вещей, которую мы наконец-то сделали, хотя, наверное, это надо было сделать с самого начала, мы сделали себе to-do-лист, такой список задач, которые мы планируем, там, меняем порядок и откладываем на потом какие-то задачи. То есть у нас теперь есть список вещей, которые мы должны обязательно сделать до установки двигателя и после. Это не так важно, главное то, что мы для себя эти задачи записываем, и потом это помогает вернуться к ним и реализовать те вещи, которые мы должны будем сделать. Так что, говоря о планах на следующую неделю, у нас, в частности, это продолжение подключения приборной доски. На следующей неделе должны приехать набор коннекторов, которые позволят нам избежать скручивания, спаивания и прочих соединений проводов. Кроме этого, важный момент – это настройка уровня педалей. Это вот прям целая голова по этому поводу есть в инструкции. Установка системы крепления аккумулятора спереди. Дело в том, что изначально предполагается, что аккумулятор устанавливается сзади, где-то примерно за водителем, но для упрощения системы, протягивания всяких различных проводов от аккумулятора к аккумулятору и другими системами, рекомендуется переносить аккумулятор вперед. Я купил специальную систему крепления, которая позволит установить этот аккумулятор. Поскольку мы тянем электрическую систему, надо будет также подключить топливный насос, который установлен сзади, за пассажирским сидением. И дальше уже, в общем-то, закончить с протягиванием электрической системы, потому что реально после этого следующий шаг – это установка двигателя. Кстати, об установке двигателя. Один из важных компонентов, который мы купили на прошлой неделе – это двигательный кран Engine Hoist, он же Charlie Picker. То есть это инструмент для того, чтобы устанавливать двигатель в двигательный отсек, в моторный отсек автомобиля. Вот такая вот хрень выдерживает до одной тонны, до одной американской тонны, которая 900, чем-то килограмм. В принципе, нам это должно хватить, потому что весь комплект двигателя с коробкой передач весит примерно где-то около 400 килограмм. Так что должно хватить. Это будет веселый процесс. Я уже предполагаю, что понадобится позвать кучу всяких соседей и друзей для того, чтобы установить этот двигатель. Но я надеюсь, что у нас получится. Говорят, что вроде у многих получается. Отдельно еще купили специальный крюк с цепями и возможности изменения уровня при установке двигателя в отсек. Дело в том, что по инструкции угол достаточно крутой должен быть, чтобы вначале вошла коробка передать. Но это все вы сможете увидеть потом на видео позже, когда мы будем этот процесс проводить. Теоретически, конечно, сам этот кран для установки двигателя можно было брать в аренду. Но мы поняли, что, скорее всего, одной установкой и выниманием не обойтись. Поэтому решили, что так уж и быть, мы купим эту полезнейшую штуку в домашнем хозяйстве домой. Пусть она у нас уже будет. Чуть не забыл о сюрпризе. Собственно, сюрприз, о котором я говорил, это одна из таких наиболее чистых реплик Shelby Cobra. Машина, которая к нам приезжала в гости от одного нашего знакомого, который живет неподалеку. Это реплика, не настоящая Cobra, но это реплика от компании Superformance. Субтитры делал DimaTorzok Отличие этой реплики, во-первых, то, что машина продается в собранном виде. За исключением двигателей и коробки, которые покупатель может сам установить. Или же дилеры компании Superformance могут сделать это за него. Самое важное, что нужно знать о компании Superformance. Они обладают неким разрешением от Керала Шелби для того, чтобы собирать эти автомобили. Поэтому лейбы Cobra на автомобиле размещены совершенно легитимно. Но это все также в итоге стоит денег. Насколько я помню, собранная Cobra в зависимости от комплектации, от компании Superformance стоит порядка 110-130 тысяч долларов. Не считая еще, разумеется, двигатель и коробку передач. Этот слоган для подобных автомобилей, собран, а не куплен, он, конечно же, имеет под собой основание для гордости, когда ты наконец-то это заканчиваешь. Интересный момент конкретно о вот этой Шелби Кобра, которая к нам приезжала, это двигатель. Внутри установлен двигатель объемом 460 кубических дюймов. И это, если я правильно помню, 7,5 литров или что-то в этом роде. Сейчас я проверю. Так, я проверил 460 кубических дюймов. Это действительно 7,5 литров. Такой достаточно большой основательный двигатель. То, что называется Big Block от Ford. По сути, в общем, максимально, что можно воткнуть в эту машину. И едет, и звучит она, конечно, соответствующе. Для нас это, конечно, было таким, неким тоже дополнительным фактором вдохновения. То, что мы понимаем, что на выходе у нас получится примерно то же самое. При этом мы его еще и сами построим, что, в общем, добавляет, конечно, гордости. И хочется надеяться, что это произойдет как можно быстрее. Так что мы продолжаем. Нам стало еще гораздо более интересно заниматься всем этим процессом. Мы не останавливаемся. И вы продолжайте смотреть видео. Подписывайтесь. Пока.